В последний раз на поле центрального стадиона в Сочи игроки сборной России по футболу выходили год назад. Тогда они тренировались перед встречей с Турцией в Лиге наций. Сегодня повод куда посерьезнее. Команда готовится к предстоящему матчу с командой топ-уровня Бельгии. Встреча пройдет в рамках отбора на Евро-2020. В Москве у нас пасмурно и дожди, а здесь солнце. Поэтому мы выбрали, потому что 4 рабочих дня надо все эти дни правильно использовать. Погода здесь благоприятствует. Естественно, поле, вы видите, к нашему приезду подготовили на топ-уровне. На сборы в Южную столицу были вызваны 25 футболистов. В их числе и два игрока футбольного клуба Сочи – Федор Кудряшов и Саслан Джанаев. В выходные футболисты отыграли матч в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Поэтому в Сочи игроки сборной приехали в разном физическом и эмоциональном состоянии. Аздоев работал отдельно с физиотерапевтом. Головин ушел с поля, так и не начав тренировку. Отбежись на чехле! Зато успел раздать автографы и сделать несколько селфи с фанатами. На открытую тренировку пригласили юных футболистов. Дзюба! 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 А кого вам с Чершевым? Чершевым! Гильермо! Мы рады, что они приезжают к нам в город тренироваться. И мотивируют нас. А капитана нападающей сборной Артем Дзюба сегодня смотивировал Сочинку Яну Тимошенко. Наша сборная, команда. Спасибо. Спасибо большое. Девочка страдает мышечной атрофией. Она обожает футбол, смотрит все матчи с участием сборной и мечтает стать спортивным журналистом. Сегодня сбылась еще одна мечта – футболка с автографом кумиров. Откуда у Яны это любовь к футболу? Я думала, что это увлечение. Оказывается, это ее вторая жизнь. Это ее бодрит, это придает сил. Российские футболисты после уверенной победы над Кипром в прошлом туре уже гарантировали себе участие в чемпионате Европы. Впереди матч с Бельгией. Настроение перед встречей, говорят футболисты, боевое. Отлично боевое. Все готовы играть, все хотят играть этот матч, потому что соперник серьезный. На данный момент занимает первую строчку в турнире таблицы. Поэтому будем отдавать все силы, чтобы победить. Ну а сейчас есть шанс попасть в финальную часть чемпионата с первого места в группе. Для этого призера прошедшего чемпионата мира Бельгию нужно обыграть со счетом 2-0. Реально, но будет очень тяжело, так как Бельгия, наверное, одна из сильнейших команд сейчас в мире. И у них такой подбор игроков. Все играют в топовых чемпионатах, клубах. Но при правильной подготовке, настрое, я думаю, есть шансы у нас. Нам надо подготовиться, оценить свои возможности. Естественно, понятно, мы играем дома, с топ-командой. Мы знаем, что они могут. Мы знаем, что мы можем. Ну и главное подготовиться. Сегодня втягивающая тренировка у спортсменов длилась не больше часа. Кто в каком состоянии прибыл на сборы в Сочи, тренерский штаб оценит уже. Завтра. В Сочи сборная России по футболу проведет еще три тренировки. А 14 ноября наши футболисты из южной столицы отправятся в Северную. Там в пятницу команда будет тренироваться на стадионе Санкт-Петербург, где уже в субботу, 16 ноября, сборная России по футболу встретится со сборной Бельгии. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...